привет это сегодняшнее наше утро семечка у тебя пока высокая температура на это такая ты не можешь смотреть подожди еще немножко с огору снизится температура и ты будешь смотреть я сейчас просто видео записываю лежи пока тебе надо спать понимаешь неру ребенок требует айпад но я понимаю ему не интересно просто так лежать значит говорю за вчера чего вчера было приехали они из больницы дали лекарства как для взрослого человека но я сначала ему дала глоточек воды его не вырвала подождала 10 минут дала против рвоты лекарства и уже через 30 минут я тоже также растолкла лекарства от температуры и дала ему и у него снизилась температура до 38 5 и мы прям забрались на второй этаж и уснули все проснулись в 3 температура под 40 я ему опять растолкла лекарства температуры и дала опять температура снизилась вот сейчас опять температура под 40 39 и 6 ну он такой более-менее он пьет его не рвет и даже вот сюда подошел ты чё ходишь иди ложись ничего он не ест но я и не собираюсь его кормить для меня сейчас главное чтобы он пил но и если захочет фрукты я муки мало положил я значит делаю рис жарю котлетки ну мясо ему конечно нельзя сейчас ну ладно посмотрим как он сам захочет я успокоилась почему я напугалась я объясню может быть неправильно люди поняли температура 43 и ребенок мне говорит что ему тяжело дышать я понимаю что надо охлаждать тело но меня муж не подпускает к ребенку говоря что ты неправильно делаешь что надо чтоб он лежал в этой жаре дикой одел на него одеяло еще больше тем самым поднимая температуру поэтому я как мать запаниковала только по этой причине сейчас вы видите я без этого мужа я спокойно хотя температура 39 и 6 но сейчас идет дождь прохладно в доме температура 26 градусов я слежу я теперь могу дать таблетку то есть я не нервная истеричка при которой я ничего не понимаю вот когда я без этого человека я нормально адекватно и слежу за ребенком и все и я не истерю ничего поэтому у него это не отравление не перегрев видимо подцепил какую-то заразу может быть даже и к вид их его знает может быть мы сляжем все это я уже не знаю но вот как бы ситуация на данный момент сначала температура поднимай руку поднимай поднимай и маечку тебе надо давай опускай придерживай и маечку тебе надо поменять шуток и как и диа это от этих от горьких таблетки на тебе сироп давали вот это обед наш не настаиваем на еде главное витаминчики и пить ее 38.3 но это после таблетки так было 39.6 да ты мой хороший для у нас мы очень апельсинь сейчас я тебе у кого-то на животик сейчас я тебе тише принесу салфеточки ну нас есть все апельсинчики то ничего страшного давайте покормлю и мальчик сейчас трусиками переоденем хорошо дождик у нас идет до прохладно хорошо все больше не хочешь будешь хочу просто болит да так хочу да а а где у тебя болит покажи там внутри на к на к но еще немножко потому что это витамин c витамин надо и у кай разукался еще немножко осталось хорошо что температура сбивается с 39 6 вот до 38 и 3 потому что есть такие вирусные при котором даже 0 5 хрен собьешь это уже радует что можно может ребенок немножко отдохнуть от высокой температуры отдохнуть от боли во всем теле когда тридцать девять и шесть он конечно никакой он даже отвечать не может ничего все последний этот сок потом я тебе дам допить отдыхай все я сейчас свет выключу поспи немножко обед поел семечки и йогурт и горит мама я горит пицца хочу я верю на погоди пока спицы это так скоро будем выключать куда полез на себя я показывать не буду дабы вас не пугать потому что я до такой степени опухши глаза у меня вообще да у меня не только этот стресс но еще и два стресса параллельно идут поэтому на меня навалилось три стресса подряд одновременно и поэтому мне пока тяжело показывать себе потому что я без грима грим накладывать не некогда потому что семиком надо быть вот поэтому я может быть только голос буду записывать свой пока не будет показывать потому что испугайтесь ну ладно я рада что семик начал кушать хоть немножко температура и все он под контролем и мы только с ним вдвоем в доме я отдыхаю душой до новых встреч буду обязательно ставить в известность конечно хоть один-два человека но они же волнуются поэтому меня ответственность повышенная как у человека как у личности я не оставлю без внимания без информации спасибо вам большое всем за комментарии за помощь за поддержку это очень ценно и даже не ценно это как-то ну помогает что ли не сдохнуть в этом мире ладно давайте до встречи